Следующий человек, у которого мы берём интервью, это один из преподавателей на Мехенди Кон, Лиза. Лиза, расскажи, пожалуйста, с какого ты города, сколько времени ты занимаешься в Мехенди? Я из города Новороссийска и занимаюсь в Мехенди полтора года. Представляете себе? Такой, ну ладно, такой человек, замечательный. Что тебя вообще сподвигло на то, что ты занялась в Мехенди? Ну вот я рассказывала в предыдущем интервью, но ещё раз расскажу эту историю. К нам приехал волонтёр. Девочка-волонтёр. И приехала она к нам после Индии с расписанными руками. И когда у неё сошёл рисунок, она достала конус хной и сказала, я себе сейчас что-нибудь новенькое нарисую. Я говорю, ну-ка давай, давай посмотрим. И она меня попросила, нарисуй мне спину. Ну, собственно, с того и пошло. Мы нарисовали ей спину и пошло, поехало. И принеслась, короче. И здесь. А как твои близкие отнеслись к твоему увлечению? Как ни странно, довольно положительно. И родители, и, ну, вообще, в принципе, все близкие, да. Нормально, хорошо. Рисышим? Ну, мама редко даётся, но пару раз давалась, ну да. Ну, первые опыты на ком были? На близкие? Ну, на друзьях или на родных? На себе. На себе? Да. На себе, как и всех, наверное. Понятно. Понятно. Как ты видишь своё дальнейшее развитие в этой сфере? Честно говоря, я никогда не задумываюсь о том, что будет потом, в будущем. Ну, вот оно как идёт, так оно идёт, поэтому я не знаю, что будет дальше. Плывёшь по течению, в общем. Понятно. Проходила ли ты у кого-то обучение? Нет. Нет. С мамочкой. Самородок. А хочешь ли у каких-то мастеров обучаться? Нет. Извините, мастера. Нет, не хочу. Вот так. А может, кто вдохновляет? Есть такие? Ну, уже никто. А вообще, когда я только начинала, вот была австралийская, ну, она и есть, конечно, австралийский мастер, Анушка Ируканджи. Все её, наверное, знают. Вот. Она была одной из первых мастеров, с кем я стала вообще общаться, задавать глупейшие вопросы новичков. Она стала отвечать, и мы с ней до сих пор общаемся. Вот. Поэтому она была моим первым вдохновителем. Так. А что ты вещала на Мехендиконе? О чём рассказывала? Сегодня или вчера, или вообще? Вообще. Вчера у нас была тема геометрии и стилизация, как сделать из реального объекта стилизованный, чтобы он смотрелся выразительно и красиво. И сегодня мы рассматривали тему положения клиента во время росписи, ну и, собственно, мастера. Отлично. Как тебе результаты участниц Мехендикона? Я довольна, если честно, очень довольна. Вот. Были очень-очень интересные работы, самые лучшие я показывала в конце занятия. Те, кто были, те видели. Там даже были наши ученики. Да, ну вот, тем более, да. Просто были очень характерные работы именно для стилизации. Ну а сегодня мы ничего не рисовали, просто разговаривали и показывали положение тела, как нужно рисовать, в каких позах и всё такое. Да, мне всегда весело. Что тебе больше всего понравилось на Мехенди Кони? Вообще мне нравится вся эта атмосфера, что все люди по интересам собрались здесь, общаются, рисуют друг к другу. И известные мастера, и неизвестные мастера. Это всё так круто вообще. Всем, наверное, нравится. Все наконец-то встретились. Как ты видишь развитие Мехенди в ближайшие 3-5 лет? Я понимаю, что этот вопрос сейчас... Учитывая ответ на предыдущий вопрос, да? Да, я не знаю, как оно будет, да, как пойдёт. Ну, честно говоря, да, непредсказуемо. Всё может быть. Всё может быть. Да, давай. Я думаю, что интерес будет расти всё же, да, потому как, если смотреть на наш город, там довольно, ну, не очень развито, так скажем, это искусство. Поэтому я думаю, что мы будем проталкивать его в массы, делать его ещё более популярным, чем сейчас, за 3-5 лет там. А как думаешь, как мы можем ускорить развитие Мехенди в плане интереса людей? Ну, я думаю, что вот как раз создавать подобные мероприятия почаще, да, чтобы и мастера встречались, и привлекали других людей, не только мастеров, да, ну, вот как сегодня модели приходили, к примеру. Да, 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 поэтому я думаю, вот такие мероприятия как раз одно из средств продвижения Мехенди в массы. Что ты порекомендуешь новичкам? Да, и я снова банально отвечу, практика, практика и практика, да. Без этого, потому что, ну, никак. Если рисовать раз в месяц и хотеть от этого получить что-то грандиозное, да, то это невозможно. Нужно рисовать как минимум каждый день. А если человек не верит в себя и не может рисовать каждый день? Не верит в себя? Да. Зачем тогда этим занимается? Во всем вопросом? Не, ну, знаешь, есть такие иногда, которые хочется, но мне не получается. Тогда ему нужен волшебный пинок от кого-нибудь, какой-нибудь мастера. Прийти на Мехенди Кон. Да. Или к нам в школу. Да. Ссылка ниже, под видео. Пригодите на курс. Ла-ла-ла. Нет, ну сначала в школу, а потом в школу. Ладно, приходите к нам, а потом к Лизе на повышение квалификации.